Дмитрий Колосов Червячок Пещера была наполнена сумраком, сылостью и гнилостной вонью. Именно так и должно пахнуть логово дракона. Рыцарь слез с коня и пристально всмотрелся в темноту, наполненную бесконечностью и безмолвием. И еще опасностью, сочащейся из-под земли едва приметным дымком испарения. Чувствуя эту опасность, конь бы изливы придал ушами и пытался встать на дыбы. Крепкая, закованная в металл рука человека мешала ему сделать это. Тише, Гемистрион, тише! Жеребец покосился на человека лиловым глазом. Дурацкое имя Гемистрион ужасно раздражало его. Конь предпочел бы зваться более коротко и со вкусом, ну скажем, король или граф. Но, увы, они говорили с хозяином на разных языках и не могли понять друг друга. Выражая свое недовольство, конь принялся бить копытом. Тяжелый доспех порядком мешал рыцарю, но он все же изловчился и накинул на передние ноги коня путы. Вот так-то лучше. Подождешь меня здесь. Лужайка в твоем полном распоряжении. Ну а если со мной что-то случится, думаю, у тебя хватит ума и изворотливости убраться отсюда. Сняв притороченное к седлу копье, рыцарь воркнул его в землю и принялся отвязывать щит. Имевший форму усеченного сверху ромба, тот был разделен на четыре равные доли. На одной из них был изображен двуручный меч, увенчанный серебряной короной и признак рода. На другой тихая гладь озера, символизировавшее имя. На третьей красовалась роза, признание любви прекрасной даме. Что изобразить на четвертой рыцарь еще не придумал. И поэтому она была закрашена в черный цвет, что вовсе не символизировало смерть. Признаться, рыцарь был неисправимым оптимистом. Даже перед лицом такой страшной опасности, какой он подвергался сейчас. Продев руку в кожаные ремни, рыцарь поднял щит, что далось ему не без труда. Расплющенная в четверть дюймовый лист тяжесть придавала уверенности. «Со мной ничего не случится, можешь не сомневаться». Сообщив это коню, рыцарь выдернул из земли копье и полюбовался длинным, отливающим синевой наконечником. Прочие были просто неудачниками. Подумаешь, дракон, да я запросто снесу ему в башку. После подобного заявления бездействовать было просто неприлично. Подарив верного гемистриона прощальным взором, рыцарь шагнул из черной земли в пещеру. Темнота. Бесконечная и пугающая. Впрочем, она оказалась не столь густой, как представлялась в начале. Очень скоро глаза рыцаря привыкли к ней, и он с радостью обнаружил, что может различить стены, уползающие вглубь горы вход. «Эй, дракон!» – что весел, – заорал рыцарь. Крик, отраженный стенами, потряс темноту чудовищным гулом. Слегка ошеломленный рыцарь помотал головой и поубавил силу голоса. «Эй, дракон!» Звуки гулку покатились по каменистым карнизам, заставив человека поморщиться. Когда жидколоски затихли вдали, рыцарь кашлянул и прошептал совсем тихо. «Эй, дракон!» Затем он насторожил слух, ожидая, не донесется ли из темноты грозный рыцарь. Но было тихо. Рыцарь презрительно усмехнулся. «Трусливая тварь!» «Ничего, я заставлю тебя выползти из своего логова!» Тяжело переступая металлическими бушмаками, рыцарь двинулся вперед. «Турак, где тряхнул из чудовища!» Проход был на удивление узок. Видно, дракон обладал безвечайно гибким телом и извинились. Длинное копье, то их дело цепляло за стены, и вскоре рыцарь был вынужден оставить его. В этом не было ничего ужасного, ведь у него остался добрый шестипутовый меч. Рыцарь освободил пленок из ножи. «Дракон, где ты? Выходи на бой!» Тяжелый доспех давил к земле, и было нелегко. Очень скоро лицо рыцаря покрылось испариной, и по спине побежали жаркие струйки пота, в башмаках противник захлюпало. «Дракон!» — позвал рыцарь. Но и этот призыв увяз в темноте, и нашему герою не оставалось ничего иного, как выругаться. «Грязная скотина!» Высказав свое мнение о драконе, рыцарь прислонил к стене щит. Против такого трусливого противника достаточно было и одного меча. Он сделал еще около сотни, а может, чуть более шагов, когда лаз расширился. Рыцарь очутился в просторной пещере, освещенной пробивающимся сквозь расселину над головой светом. Логово догадался рыцарь. Ухватившись за эфес обеими руками, он поднял меч таким образом, чтобы можно было отразить внезапное нападение. Дракон явно был где-то поблизости. «Дракон, где ты?» «Ты, ты, ты, ты!» глухо прыгнуло по своду. Сверху посыпались камушки. «Дракон!» «Чего орешь?» «Здесь я!» Голос шел из-за спины. Рыцарь стремительно отпрыгнул в сторону и обернулся, однако никого перед собой не обнаружил. «Где ты?» «Да здесь же!» В голосе послышалось от четкого различимого раздражения. «Что тебе нужно?» Рыцарь расплавил плечи. «Немедленно прекрати эту дурацкую угру!» «Я рыцарь! Я пришел вызвать тебя на честный бой!» «Зачем?» Ответ был заготовлен заранее. «Ты приносишь страдания людям!» «Да!» «А я и не подозревал!» Признаться, рыцарь был сбит с толку. Он ожидал яростной схватки, летящих во все стороны сгустков огня, потоков крови. А вместо этого невольно стал участником совершенно дурацкого разговора. «Дракон, выходи на бой!» «Где ты?» «Дракон!» «Ну?» «Дракон, я хочу сразиться с тобой!» «Заорал рыцарь, теряя остатки терпения. К твоим услугам!» Меч рыцаря со свистом рассек воздух. «Где ты?» «Прямо перед тобой!» «Протри глаза, я на камне у твоих ног!» Рыцарю стремил взор на означенный камень. «Но тут никого нет!» «Еще как есть!» «Смотри внимательней!» «Сейчас я помашу тебе лапкой!» «Видишь?» И рыцарь увидел. Он увидел крохотного червячка, шевелящего плеклым отростком. «Дракон?» Не веря глазам, выговорил он. «Дракон, дракон!» Ответило существо. «Что с тобой?» Рыцарь с размаху уселся на закованный в броню зад. «Не может быть!» «Ты же должен быть огромным и ужасным!» «Наверное, в сравнении с кем-то я действительно огромный и ужасный!» согласился дракон. «Но ведь это ты погубил стольких рыцарей!» «Выходит, я!» «Нет!» Рыцарь истерично захохотал. «Как это может быть?» «Сам не знаю!» Дракон покачал головой и поинтересовался. «А с чего ты взял, что они погибли?» Ни один из них не вернулся. Отправлявшиеся на поиски находили лишь оставленных у пещеры коней. «Тогда точно я!» Рыцарь не без труда поднялся и взмахнул мечом. «Тогда я убью тебя!» «Стой!» «Завопил дракон, видя, что гостьев прям готов осуществить свою угрозу. Меня нельзя убивать!» «Почему?» «Удивился дракон!» «Ты ведь ищешь славу!» «Конечно!» «Я хочу посвятить этот подвиг даме моего сердца!» «Но что это за подвиг?» «Убить червячка!» «Ведь ты же сам сказал, что дракон!» «Разве драконы бывают такие маленькие?» «Не знаю!» Рыцарь опустил меч и оперся на него. «Я никогда их не видел!» «Бывают!» «Сам ответил на свой вопрос дракон!» Рыцарь усмехнулся и вновь начал поднимать меч. «Тогда я убью тебя!» «И чего ты этим добьешься?» «Я скажу всем, что убил дракона, и люди будут славить меня!» «А кто тебе поверит?» «Но ведь ты дракон!» «Да!» «Вот видишь!» «Стой!» «Завизжал дракон навстречу мечу падающего на нелю!» «Клинок с хрустом растет камень!» Рыцарь нагнулся, пытаясь определить, насколько верным был удар. «Дурак!» «Дурак!» «Послышался из темноты плачущий голос дракона!» «Промахнулся!» Рыцарь с досадой запустил мечом в ближайшую стену. «И хорошо!» «Меня нельзя убивать!» «Это еще почему!» «Сейчас все объясню!» «Помоги взобраться на камень!» Рыцарь подставил палец. Дракон залез на него, а потом перебрался на большую половинку, разрубленную рыцарским мечом камня. «Буду по возможности краток!» «Начну с того, что убив меня, ты ничего не добьешься!» «Ведь ты обязан предъявить людям голову дракона!» «Так!» «Да!» «Подтвердил рыцарь!» «Это непременные условия!» «А где ты ее возьмешь?» «Как где?» «Это будет твоя голова!» «Да кто ж тебе поверит, что я и есть дракон?» «Ведь ты сам сказал мне об этом!» «Правильно! Мы об этом знаем лишь ты и я!» «И больше никто, а людям свойственно сомневаться!» «Они не поверят тебе!» «А если поверят, то это будет еще хуже для тебя, что за славу убить червячка!» «Но ведь ты дракон!» «Я уже отвечал на этот вопрос!» Дракон вздохнул. «Какие же вы, однако, рыцари тупые!» «Сказывается однобокость воспитания!» «Ну да ладно, это не мое дело!» «Теперь ты убедился, что убивать меня не стоит!» «Постой!» «Постой!» «Рыцарь с размаху хлопнул сюда стальной перчаткой по лбу!» «Как же я мог забыть?» «Ты не соизволишь ответить на один мой вопрос!» «Дракон изобразил улыбку!» «Да сколько угодно!» «А куда подевались все те, что приходили сюда до меня?» «Я знал, что ты рано или поздно вспомнишь об этом!» «С тяжелым вздохом» произнес дракон. Рыцарь торжествующий ухмыльнулся, да нельзя довольный своей сообразительностью. «Где мой меч?» «Где-то там у стены, но что ты собираешься делать с ним?» «Прикончу тебя!» «Раз ты умертвил стольких доблестных рыцарей, я просто обязан прикончить тебя, и совсем не важно, огромный ты или совсем крохотный!» «Логично», заметил дракон. Рыцарь ушел в темноту и долго шарил, там разыскивая меч. Потом он вернулся с довольным видом мясника, оценивающего свиную тушу. «Тебе конец!» сообщил он. «Последнее слово!» взмолился дракон. «Я ведь мне и право!» Рыцарь пребывал в некотором замешательстве. «Ну, не знаю». «Имею, имею!» «Каждый осужденный перед смертью имеет право на последнее слово». «Хорошо, говори!» «Только не вздумай удрать!» «Тогда я прикончу тебя безо всяких речей!» «Что ты!» дракон замахал лапками. «Я плохо бегаю, одышка и все такое!» «Будь любезен, ответь мне на такой вопрос!» «Дракон — это легенда?» «О, да!» сказал рыцарь немного подухов. Дракон тоненько засмеялся. «А теперь скажи, вправе ли ты убить легенду?» «Только хорошенько подумай!» Рыцарь задумался надолго на совесть. «Не знаю!» сказал он наконец. «Нет, нельзя!» Беско махнув пальчиком, провозгласил дракон. «Ведь мир живет легендой!» «Прекрасные девушки, отважные рыцари, дракон, наконец!» «Жизнь невозможна без прекрасных девушек!» «Твоя девушка нуждается в рыцаре, а рыцарю просто необходим дракон!» «Без меня нельзя!» «Пока есть дракон, есть рыцари!» «А значит, есть прекрасные девушки!» «Мир светел и чист!» «Пока в нем есть место — легенде!» «Все это так!» «Но ведь ты погубил многих рыцарей!» «Среди них были мои друзья!» «Что скажешь на это?» «Как твое имя?» «Вместо ответа» «Просил дракон!» «Ланселот!» «А твоих друзей звали Тристан, Галейн и Галахэд!» «Верно!» «Так ты все-таки убил их!» «Что ты?» «Дракон протестующе замахал лапками!» «И в мыслях не имел!» «Просто они поняли меня!» «Они поняли, что нельзя убивать легенду!» «Они поняли и ушли с миром!» «И никто не видел их с тех пор!» «Конечно!» «Как же они могли возвратиться домой, не победив дракона?» «Чтобы о них подумали!» «Чтобы о них сказали!» «Я помог им!» «Все дело в том, что в моей пещере есть второй выход!» «И что там?» «Такой же город, такая же страна, такое же солнце!» «Прекрасные девушки, храбрые рыцари и свой дракон!» «Рыцарь усмехнулся!» «Такой же, как ты!» «Говорят, настоящий!» «В том смысле, что он огромный и весь в чешуе!» «И все твои друзья ушли сражаться с ним!» «Вот там действительно можно найти великую славу!» «Как тебе такой вариант?» «Но моя девушка!» «Нерешительно пробормотал рыцарь!» «Она ждет меня!» «Там полным-полно прекрасных девушек!» «Не делай из банальности трагедию, а это оплачет тебя и будет счастлива!» «Поверь умудренному опытам дракону!» «Женщины любят себя в горе куда сильнее, чем мужчину!» «Печаль возвышает их в собственных глазах!» «Что ж, в твоих словах есть резон!» «Подумав, сказал рыцарь по имени Ланселон!» «Ты впрямь не самый подходящий противник!» «Лучше сражусь с другим драконом!» «Но мой верный конь, мой щит, мое копье!» «Я же сказал тебе, в той стране есть все!» «Ты получишь и коня, и щит, и копье, и прекрасную девушку, если захочешь!» «Свои же оставь здесь!» «Ведь люди должны верить, что в пещере живет огромный и злой дракон!» «Они нуждаются в легенде!» «Ты опять прав!» «Рыцарь расправил плечи!» «Он был огромен и могуч, чем немало гордился!» «Где второй выход?» «Я провожу тебя!» «Позволь мне воспользоваться твоим пальцем!» «Дракон вскарабкался на подставленный палец и скомандовал...» «Вперед!» Он повел рыцаря запутанным тоннелем, в конце которого сиял свет. «Теперь пусти меня!» «Поаккуратнее!» прихрикнул дракон, раздраженный неловким движением рыцаря. «Видишь впереди свет?» «Да!» «Вступай туда!» «Там тебя ждут другой дракон и великая слава!» «Спасибо тебе за добрый совет!» Несколько высокопарно поблагодарил рыцаря. «Это мой долг!» сообщил дракон и помахал удаляющемуся гостю лампы. Рыцарь сделал еще шаг и исчез. Спустя несколько долгих мгновений из неприметной в каменные толщи расселены донесся глухой звук удара. «Еще один!» прокомментировал дракон. «Он, кажется, говорил, что его зовут Ланселорд. Звали!» «Где-то я уже слышал это имя!» Широко зевнув, дракон уполз в щель. Ему нужно было как следует выспаться, ведь завтра должен прийти очередной Ланселот, и дракон ожидал новый бой. Вечный бой вечного дракона с вечно приходящими Ланселотами. Ведь не будь дракона, не было бы и Ланселотов, и рыцарь превратился бы в лавошника, а дракон в ящерку. Редко кто способен понять это, но миру нужны драконы, пусть даже совсем не страшные, пусть даже крохотные, пусть даже похожие на обычного блеклого червячка. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ